Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Продолжаю дальше собирать Фердинанд от фирмы Звезда. Я уже практически полностью его собрал и подготовил под покраску. Осталось только доделать триплексы, установить их на место и можно начинать красить. Хотел надгусеничные полки вклеить, но потом подумал, что они могут мне все-таки помешать установить гусеничные ленты. Так как звездочки здесь не рабочие и ленты гусеницы полунаборные, полки могут помешать. Поэтому буду красить без полок, а уже после того, как поставлю на модель траки, вклею и гусеничные полки. Сейчас доделаю смотровые приборы. Процесс не сложный. Главное сделать, поставить острое лезвие. Чтобы вырезать Маски. Маски делаю с модельного скотча Тесса. Рекомендую. Очень хороший скотч. Есть трех цветов. Синий, розовый и желтый. Точнее голубой. И отличаются они не только по цветам, но и по клейкости. Голубой это самый клейкий, желтый средний, а розовый слабый. Хотя, мне больше всего в работе понравился голубой. Проблем с ним у меня не возникало. Вот так вот закрываю масками. Еще один совет. Будет, когда делаете смотровые приборы, с внутренней стороны промазывать их черной краской. Их потом Будет намного лучше видно. Сейчас дам подсохнуть, потом склею на место и сделаю пришейдинг на Фердинанде. Вот, друзья, все полностью собрал. И теперь приступим к пришейдингу. Что мне предстоит сделать пришейдинг в этом видео. Я его сделаю. Делать буду краской Tamiya X18. И потом, когда пришейдинг высохнет, я буду уже наносить базовый цвет. В это видео он не попадет. Буду красить только катки и ходовую. Для того, чтобы поставить гусеницы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА